Притча «Курицы и ласточки» читает Павел Беседин. Однажды ласточки, летя на юг, присели отдохнуть на дерево, под которым находился курятник. Ласточки начали обсуждать между собой, как хорошо на юге, там как здорово. И этими беседами заслушалась одна курица. Она долго слушала дивные рассказы ласточек, и когда те упорхнули, она подумала, тоже хочу на юг. Было бы здорово побывать там. Чем я хуже других? Вроде крылья на месте, перья есть, и все как надо. Тогда она твердо решила лететь на юг. Все куры собрались, организовалась огромная группа поддержки. Каждая курица пыталась дать дельный совет, так сказать, подбодрить. Ведь такого в их истории еще не было. Курица собралась с духом, вгромоздилась на забор, повернулась к югу и крикнула на весь мир «Поехали!». И, поймав попутный ветер, полетела, что есть сил. Она очень сильно хотела попасть на юг. Поэтому она вся отдалась полету. Вот она перелетела в соседский двор, полянку, шоссе, дальше которого еще никто не забредал. И рухнула в колхозный яблоневый сад. И тут она увидала рай на земле. Тенистые, раскидистые яблони, сочные яблоки, валявшиеся повсюду, пугало. И даже она увидела сторожа. Вернувшись, она днями с упоением рассказывала, как было дело другим курам. И вот стая ласточек снова присела на дерево. И ласточки вновь заговорили о юге. Но теперь куры уже не молчали, как обычно. Когда они услышали о море, скалах и песке, то сказали. Погодите, погодите, какие скалы, какой песок, что вы несете. Вот у нас есть свой куриный авторитет. И знаменитая летчица начала со знанием дела, полуприкрыв глаза, рассказывать о шоссе, о саде, о яблоках и о сторожах. Вот так, сказали куры, вот он, какой юг-то. А то, что рассказываете вы, это какой-то обман, так сказать. Бред и всякое подобное, в которое вы сами верите и другим только голову морочите. Теперь мы сами все знаем. Ласточки как-то загадочно улыбнулись и, не говоря ничего, улетели на свой, так сказать, юг. Вот так вот, на юг.